Аминь, давай попробуем сегодня один куплетик мне, пожалуйста, на белой лодочке, да, на дыхалочке, на улыбочке, да, давай. Алина Хучиева занимается вокалом 9 лет. Первое время было очень трудно, оттачивала голос и слух. Эту сложную работу они вели вместе с педагогом Людмилой Кириченко. Работали над дикцией, учили ноты. Потом был первый конкурс, первая победа. Сегодня Алина – профессиональная вокалистка. Белая лодка, синяя вода. Белая лодка, жди меня всегда. Право-небесо, право-небесо, радость и печаль к морю унесу. Право-небесо. Именно эта женщина помогает детям развить вокальные данные. Людмила Кириченко – руководитель народного коллектива театра песни «Карусель». В каждом ребенке она старается воспитать солиста. Женщина – настоящий организатор. На первое место она всегда ставит дисциплину. Серьезно подходит к каждому мероприятию. При этом Людмила сама превосходно поет и выступает на сцене. Вот организовать массу детей, и чтобы тебя еще полюбили, и чтобы тебя уважали. Я иду по Красному Яру, а у меня уже кричат. Ну, сана! Вы знаете, как родная мама. Они все обнимают, все меня целуют. И вот, я не знаю, родители тоже меня уважают. Как бы вот ни было, но, конечно, хочу сказать, вот большая заслуга еще родителей. Родители, особенно вот младшая группа, они столько делают. И столько мне помогают. Я бы без них просто никуда. Каждый выход на сцену – это настоящее представление. Так считает Людмила Кириченко. И эту точку зрения поддерживает хореограф Народного театра песни «Карусель» Людмила Семыкина. Обе женщины родом из Ульяновска, но их судьба объединила в Доме культуры села Красный Яр. Теперь они вместе подбирают костюмы и ставят танцевальные номера. Мне кажется, о нашей работе вот скажет количество участников в нашем коллективе, потому что мы начинали с малого количества детей. И с каждым годом, наверное, после каждого удачного выступления к нам приходят все больше и больше родителей, которые хотят, чтобы их дети занимались в нашем театре песни и танца. Мне кажется, вот это вот самая большая популярность, но все-таки хорошие отзывы среди жителей села. ПЕСНЯ Народного театра песни «Карусель» 54 солиста. Это дети разной возрастной группы от 5 до 18 лет. Среди них Данил Петров – солист, подающий надежды. Неоднократно он становился победителем конкурсов, лауреатом фестивалей разного уровня. Данил признается, начинать было сложно, но результат стоит того. Путь был очень долгий. Я, когда пришел на вокал, только через 6 лет меня выпустили на первый мой фестиваль. Там я занял второе место, в долгариатом второй степени. Я хотела бы… Ну, у меня два варианта. Либо стать, идти на актерский, либо тоже пойти дальше, продолжать петь. В копилке Народного театра песни «Загадка» уже много наград. Здесь и дипломы, и благодарственные грамоты. В прошлом году коллеги выдвинули Людмилу Кириченко на участие в общественной акции «Народное признание». И сотни жителей Красноярского района отдали голоса за ее имя. Юбилей 75 лет в прошлом году отметил Сызранский дворец творчества детей и молодежи. Несколько сот ребят собрались на флешмоб, чтобы всем коллективам выразить благодарность за их доброе дело. Сначала это был Дом пионеров и школьников. Работал он в период Великой Отечественной войны. Пережил послевоенное время. Не потерял своего значения с годами. И сейчас занимает одно из центральных мест в культурной жизни города. Единство и успех Дворца творчества детей и молодежи заключается в единении общих усилий всех участников образовательно-воспитательного процесса, педагогического коллектива, воспитанников, родителей и наших социальных партнеров. А успех – это то, чем богат дворец. Это его традиции, которыми он живет. Фарфоровый бриз – коллекция нарядов театра моды «Золотая рыбка». Каждая такая работа у ребят занимает не меньше года. Ведь нужно продумать все. В чайном наборе должны быть чашки, сахарница и главный предмет стола – торт. Здесь ребята должны рисовать, шить, составлять эскизы и найти творческий подход к показу коллекции. Это, конечно, трудно, но в то же время безумно интересно. Здесь очень заманивающе, тут очень много работы. Всегда, когда приходишь, ты всегда находишься во внимании, всегда находится для тебя работа и всегда у тебя руки заняты. Одни несут в массы новое веяние моды, другие выступают хранителями русских традиций, украшают праздники народными песнями и плясками. Звонки – молодые голоса фольклорного коллектива «Реченька» славятся в Сызрани и за ее пределами. Под эгидой Дворца творчества проходит много мероприятий, ведь это настоящая кузница талантов. Многие ребята приходят во дворец, вдохновленные работой уже сложившихся коллективов. Так же и в молодежном театре «Фрэш». Ребята постоянно выступают, и многие из числа зрителей тоже пробуют свои силы. Я воевал под Сталинградом. Шок, рукопашный. Я видел немцев. Вот так, близко. И я стреливаю. Потому что это моя земля. Слышите? Моя. Перед ребятами здесь открываются новые возможности. В свои 9 лет Максим Вдовин по праву уже может назвать себя настоящим шахматистом. Когда научился играть, уже не помнит. В три года делал первые ходы. А сегодня Максим – мастер своего дела. В 2008 году он стал чемпионом Самарской области среди юных шахматистов. Мы купили первую книгу. Мы ходили за журналами. А там оказалась книга «Шахмат». Мы решили почитать ее. Я заинтересовался и начал с шахмата дальше. Вот так получилось. Пока в кабинетах идут занятия, на открытой площадке ведут тренировку воспитанники военно-патриотического отдела «ЩИТ». Василий Ташлинцев – руководитель этого объединения. То, что когда-то станет педагогом, не мог и подумать. До армии окончил техникум на отделение пожарной безопасности. И после работал по специальности. Во дворец творчества мужчина сначала пришел в качестве инспектора. И так здесь понравилось, что решил сменить профессию. Получил высшее педагогическое образование и теперь работает здесь. У нас отношения в коллективе достаточно такие дружные. Ну, интересно с ними заниматься. В Сызранском дворце творчества детей и молодежи занимается пять тысяч детей. Глубокое уважение и авторитет помогают учреждению по первому зову созвать ребят и подготовить грандиозные события. Сцена их – место работы, а зрители – лучшая оценка мастерства. В прошлом году коллектив учреждения принял участие в ежегодной акции «Народное признание». Жители Сызрани их поддержали в номинации «Команда года». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова